МАРТА Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирульник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекой и надписью «Кровь отворяют» не выставлено ничего более. Цирульник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. Просковья Осиповна, Просковья Осиповна! Чего тебе? Просковья Осиповна! Сегодня я, Просковья Осиповна, не буду пить кофе. А вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. Ой, то есть оно, конечно, я хотел бы и того, и другого. Ну-ну, знаешь меня, это ещё что за прихоти? Ну тогда, пожалуй, дайте хлебца. Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше. Останется кофе лишней порции. Ну, получай. Готово, вот он. Мы сейчас лучку приготовим. Соли, соли насыпем. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А теперь хлебец разрежем. Ага. А? Что тут такое велица? Плотное. Что бы это такое было? А? Нос! Нос! Точно нос! А? И как будто чей-то знакомый. Ты где это, зверь? Отрезал нос. М? Мошенник! Пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Тш-ш-ш-ш! Чей нос? Говори! Я, 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 матушка, это как будто майора Ковалева нос. Да. Точно. Ковалева. Да. Разбойник какой. Ах ты, разбойник. Вот уж я трёх человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся. Чёрт его знает, как это и сделалось. Пьян ли я вчера возвратился или нет, я уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам, происшествие несбыточное. Мошенник адекой, мошенник, мошенник. Стой, Просковь Иосиф, стой. Ох, мошенник, ох, мошенник. Тише, тише. Я, я, я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там полежит маленечко. А после я его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать с отрезанному носу. Сухарь поджаристый, негодяй, чтобы я стала за тебя отвечать в полиции. Ух ты, почкун, бревно глупое. Вон его, вон, неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала. Сейчас, матушка. Только сапоги натянул. Ах, как это сделалось. Хлеб. Дело печеное, а нос. Совсем не то. А я ничего не разберу. Ну! Долго ты будешь копаться? Иду, иду, матушка. Иду, 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 иду. Пьяница! Мошенник эдакой. Наконец, Иван Яковлевич, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковья Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел куда-нибудь его подсунуть. Или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом, куда идешь, или кого так рано собрался брить. Так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уж совсем уронил его. Но будущник еще издали указал ему алибарду и промолвив, подними, вон ты что-то уронил. И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаянье овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начинали отпираться магазины и лавочки. Иван Яковлевич решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на педило, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом снялось десять пут. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы тибрить чинонче подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пунша, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер, но между тем квартальный кивал ему пальцем. А подойди сюда. Подойди сюда, любезный. Желаю здравия вашему благородию. Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту? Дей богу, сударь. Ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет. Врешь, врешь. Этим не отделаешься. Изволь-ка, отвечать. Я вашу милость два раза в неделю или даже три готов брить без всякого прикосновения. Нет, нет, приятель, нет, это пустяки. Меня три цирульника бреют, да еще за большую честь почитают. А вот, изволь-ка, рассказать, что ты там делал? И... Иван Яковлевич побледнел. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом. И что дальше произошло? Решительно ничего неизвестно. В то самое утро колецкий ассессор Ковалев проснулся довольно рано. Иван! Иван! Что, извольтесь? Иван, подай зеркало маленькое. Сейчас. С чего это у меня вчерашнего вечера прыщик вскочил на носу? Какая неприятность. Вот, зелькалс. Давай, пошел дурак. Слушайся. Что такое? А где же нос? Нет носа. Вместо носа совершенно гладкое место. Черт знает, какая дрянь. Уж не сплю ли я? Нет. Кажется, не сплю. Нет носа. Иван! 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 Звали? Воды скорей. Воды и полотенца. Черт возьми. Давай, поди. Откуда? 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 Нет? Он не опустил? Откуда? Откуда? Я тут прямо опер-пальцемистеру. Слушайся, слушайся. Но, между тем, необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве. Ковалев был колесской асессор. Он два года только еще состоял в этом звании. И поэтому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя колесским асессором, но всегда майором. Поэтому то самому и мы впредь этого колесского асессора будем называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Сударня, здрасте. Ваше сиятство чистее. Имею честь. Воротничок его манишки был всегда чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие можно видеть у всех тех мужей, что имеют полные румяные щеки и хорошо очень играют бастон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и примехонько доходят до носа. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места, если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в том случае, когда за невестой случится 200 тысяч капиталов. И поэтому теперь можно судить, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное, гладкое место. Извозчик! Извозчик! Ах, черт возьми, ни одного извозчика. Ах, придется пешком. Ах, хоть бы что-нибудь уже вместо носа, а то ничего. Извозчик! Ах, вот что, лицо платком закрою, пусть думают, что из носа кровь идет. Вдруг он стал как вкопанный у двери одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановился карета, дверцы отворились, выпрыгнул господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и в месте изумления Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. Он поглядел по обе стороны и закричал кучеру. Пошел! Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире. Он побежал за каретую, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор. Нос совершенно спрятал лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. Ну, как подойти к нему? По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт знает, как это сделать. Милостивый государь. Милостивый государь. Что вам угодно? Мне странно, милостивый государь. Мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви? Согласитесь? Извинить меня, но я не могу взять в толк. О чем вы, извольте, говорить? Объяснитесь? Как мне объяснить? Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласиться, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которую продает на Воскресенском мосту очищенный апельсин, можно сидеть без носа. Но для лица, ожидающего губернаторского места, что без сомнений посредует, вы ваше превосходительство посудите сами. Я не знаю, милостивый государь. Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долгой чести, то вы сами можете понять. Я решительно ничего не понимаю. Изъясните судово творительно. Милостивый государь, я не знаю, как уж понимать ваши слова. Здесь все дело кажется совершенно очевидным. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос. Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вице-мундира, вы, должно быть, служите в Сенате или, по крайней мере, по юстиции. А я же по ученой части. О, господи, ну, как-то палец. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с ней тоненькая в белом платье, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. Ковалев выступил поближе, высунул батистый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму. Вдруг он отскочил, как будто обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся старским советником, что он плутый подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, к кому-нибудь с визитом. Ах, черт возьми! Эй, извозчик! Пожалуйста! Пожалуйста, Бальше! Пошел прямо к опер-полицемейстеру! Извозчик! Гони во всю Ивановскую! Как на грех на Невском тьма народу! Извозчик, ну погоняй ты! Вот знакомый столоначальник идет, а черт! Извозчик, ну свод вы на смерть! Послушайте, привратник, у себя опер-полицемейстер? Никак нет, только что уехал. Ах, вот тебе раз! Да, ну и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может быть, застали бы дома. Ах, извозчик! Пошел! Куда, Варик? Пошел прямо! Как же прямо? Тут поворот направо, налево. А, черт! Направо, налево! Поеду прямо в газетную экспедицию. Сделаю публикацию. Извозчик в газетную экспедицию, знаешь? А, да, все знаю, Вадим, знаю. Гони! Ну, скорее, подлец! Ну, погоняй! Эх, Вадим, ну, я же, эх! Скорее, машинник! Эх, Вадим, да! Ну, не знаю! Эх, Вадим! Брррррррррррррррррррррррррррр! Дррожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, бежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. Кто здесь принимает объявление? Я. А, здравствуйте, мое почтение. Я желаю припечатать. Вам что угодно. Я прошу, случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто мне этого подлеца предоставит, получит достаточное вознаграждение. Позвольте узнать, как ваша фамилия? Нет, 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 зачем же фамилия? Мне нельзя сказать ее, у меня много знакомых, Чехтырева, статская советница, Пелагея Григорьевна, подточина, штаб-ефицерша, нет, знаете, вдруг узнают, боже, сохрани. Вы можете просто написать «Колежский асессор» или даже еще лучше «Состоящий в майорском чине». А сбежавший был ваш дворовый человек? Ну, какой я дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос. Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас? Нос, то есть? Да вы не то совсем думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною. Ну, каким же образом пропал? Я ж это не могу хорошенько понять. Да, я тоже не могу вам сказать, каким образом. Но главное, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах. Как? От чего? Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уж говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. Чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего такого нет. Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник, таким же образом, как вы теперь пришли. Ого. Принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое. А вышел пасквий. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения. Казначей какого-то. А я-то вам не о пуделе делаю объявления, а о собственном моем носе стало быть почти то же самое, что о самом себе. Нет, такого объявления я никак не могу поместить. Слушайте, ну когда у меня точно пропал нос. Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должно быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить. Нет, ну клянусь, ну клянусь вам вот как бог свят. Пожалуй, уж если до того дошло, то я вам покажу. Зачем же беспокоиться? Нет, я вам покажу. Впрочем, если не в беспокойство, то желательно взглянуть. Да-да, вот. Извольте. В самом деле, чрезвычайно странно. Место совершенно гладкое, как будто только что выпеченный блин. Вот видите. Да, до невероятности ровное. Ну вот, вот, вот. Вот видите, ну вот, что вы и теперь будете спорить. Видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен. Нет, особенно благодарен. И очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Напечатать-то, конечно, дело небольшое, только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. То есть, как? Если уж хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры. И напечатать эту статейку в северной пчеле. Для пользы юношества или, там, для общего любопытства. Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Что? Понюхать табачку. Это разбивает головные боли и печальные расположения. Я, я, я не понимаю, как вы находите место шуткам. Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтобы черт побрал ваш табак. Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло. И, наконец, после нескольких вздохов сказал. Ах, ах, боже мой, боже мой, за что же это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Ну, будь я без ушей, скверно, скверно. Однако все же сноснее, но ведь без носа. Без носа человек, черт знает что. Птица, не птица. Гражданин, не гражданин, просто возьми да и вышварди за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили. Или на дуэли. Или, ну, сам был бы причиною. Но ведь пропал. Ни за что, ни просто. Так пропал, не за крош. Ах, где зеркало? Ой-ой-ой, какой пасквильный вид. Нет, непонятно. Точно непонятно. Ну, если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное. Но пропасть? И кому пропасть? И при том на собственной квартире? Ах, предполагаю, что виною этого никто другой, как штаб-офицерша поточно. Ага. Она желает, чтобы я женился на ее дочери, а я потихоньку отчалился своими комплиментами. Сказал, что еще молод, что нужно мне послужить лет пяток, чтобы уж ровно было мне сорок два года. А-а-а, вот-вот-вот. Она, штаб-офицерша, верное измщение, решилась меня испортить. А-а-а. И наняла для этого каких-нибудь колдовок баб. А-а-а-а. Барин! Барин! А, барин! Ай! Ну, чего тебе? Чего? Там... Там этот... Кто это? К... Квар... 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 Вы изволили затерять нос свой. Да, так точно. Он теперь найден. Что вы говорите? Где? Каким образом? Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт был давно уже написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, у меня были со мной очки, и я тотчас же увидел, что это нос. Ведь я близорук, и если вы встанете передо мной, то я вижу только что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечаю. Моя тёща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит. Где же он? Где? Я сейчас попеку. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я знаю, что он вам нужен, принёс его с собой. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник, цирульник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезде. И я давно подозревал его в пьянстве и воровстве. Нос ваш, вот, совершенно, совершенно такой, как был. Ой, 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 он, точно, он. Я вас прошу, откушать сегодня со мной чашечку чая. Да, почёл бы за большую приятность, но никак не могу. Ну, как же? Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Но очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живёт и тёща, то есть мать моей жены. И дети. Старший особенно подаёт большие надежды. Очень умный мальчик. Но средств... Средств для воспитания совершенно нет. Нет. Никаких. Ага, нет, понимаю. Вот тогда вам си... си... синенькая. Синенькая. Немного. Благодарю. Обязан. Имею честь колониться. И покорничаю благодарю. И покорничаю благодарю. И покорничаю благодарю. Так, так. Ой, ладно. Ну, он. Точно он. Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. А что? А что, если он не пристанет? Ай-ай-ай. Не приклеивается. Ну, ну, голубчик. Ну, голубчик. Ну, полезай, полезай. Ну, дурак. Ну, ну. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Падает. Аж. Неужели не прирастет? Но сколько раз не подносил он его нос на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он решился писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Вот уж и не упомнил, как этот пассион складут. Четыре короля четырего лета. Не мешайте, маменька. Да ну тебя. Мне сегодня во сне Ах, приснился кулан Он на саблю рукой опирался Четыре короля За окошком туман И на сердце туман И в тумане улан потерялся Четырего лета Я сама, как в тумане Сижу и грущу И со мною грустит форте Яна Четыре короля Четырего лета Я в старинном романсе Ответа ищу Но и он не рассеет туман Четыре короля Четырего лета Но и он не рассеет туман Четыре Четыре Письмо вам Нам? Да Давай Ее высокоблагородию Подточенной От майора Ковалева Маменька Маменька Письмо Письмо от кого? От майора Ковалева От майора Ковалева Человек ему принес От майора Ковалева? От майора Ковалева Ой, Маменька А что, если он... Ой, Маменька Не дай-ка очки Да там на кругу В столике Вот Мистер Дарня Благей, Григорьевна Не могу понять Странного со стороны Вашей действия Будьте уверены Что поступая Таким образом Ничего вы не выиграете Ой, Маменька И ничуть не принудите Меня жениться На вашей дочери А? А? Дайте-ка, Маменька И ничуть Не Принудите Ой Маменька Ой, Маменька Погоди Слушай Дальше Поверьте Что истории Насчет моего носа Мне совершенно известно Равно как то Что в этом вы Есть главная участница А никто другой Внезапное его отделение Со своего места Побег И маскирование То под видом Одного чиновника То, наконец, В собственном виде Есть больше нечего Есть больше нечего Есть больше нечего Кроме Следствия волхований Ничего не Произведенных вами Или теми Которые упражняются В подобных вам Благородных занятиях Я со своей стороны Почитаю Долгом Вас предуведомить Если Упоминаемый Мною Нос 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 Нос, маменька Да нос Не мешай Если Упоминаемый Мною Нос Не будет Сегодня же На своем месте То я Принужден Буду Прибегнуть К защите И покровительству Законов Впрочем Совершенным Почтением К вам Имею честь Быть Ваш покорный Слуга Платон Ковалев Ничего Не понятно А что тут Непонятного Я догадалась Вполне На что Он намекает Перо Дай Дай мне Перо Ему Надо Внотонко Ответить Давайте К себе Да свечу Зря Не жги Вот выйдешь Замуж Тогда Другое Дело Ох Маленька Ах Да Тут Очень Тонко Надобно Написать Ах Маленька Барин Ну что А? Ну что тебе Что ты дурак Лезешь Письмо 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 Да Девка Принесла Ну письмо Так давай его сюда Сейчас Так Ага Ага Поточно Ай Милостивый государный Платон Кузьмич Извечай Не удивило Меня письмо Ваше Я признаю Свою подкрепенность Никак не ожидал Тем более Относить Несправедливую Количество Вашей Поведомляю Вас Что я Чиновник О котором Вы Поминаете Вы Никогда Не принимал У себя В доме Незамаскированного Ни в настоящем Виде Так Бывала у меня Правда Филиппа Иванович Потанчиков Хотя он Точно Скал В руки Моей дочери Будучи сам Хорошего Велик Учтивости Но я никогда Не подавал Ему Никакой Надежды Вы Упоминаете Еще Ага Вы Упоминаете Еще О носе Так Так Если Вы Разумеете Подсим Что будто Я хотел Оставить Вас С носом То есть Дать вам Формальный Отказ То Меня Удивляет Что Что Вы сами Об этом Говорите Тогда Как я Сколько Вам известно Была Совершенно Противное Мнение Если Вы Теперь Жеп Посватаетесь На моей Дочке Законным Образом Я готов Сейчас Вытворить Вас И вот Составлялся Готовая К услугам Пелагея Поточина Да Нет 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 Это Она Точно Не виновата Нет Ну не может Быть Не может Письмо Писать Так Человек Который Невиновен В преступлении Ах Но Но Каким Же Образом Какими Судьбами Это Приключилось Только Черт Разберет Это Между тем Слухи Об этом Необыкновенном Происшествии Распространились По всей Столице И как водится Не без особенных Прибавлений Нечего удивляться Что скоро Начали говорить Будто Нос Колесского Ассессора Ковалева Ровно В три часа Прогуливается По Невскому Проспекту Любопытных Стекалось Каждый день Множество Сказал кто-то Что нос Будто Находился В магазине Юнкера И возле Юнкера Такая Сделалась Толпа И давка Что должна Была Даже Полиция Вступиться Потом Пронесся Слух Что не На Невском Проспекте А в Таврическом Саду Прогуливается Нос Майора И если можно С объяснением Наставительным И назидательным Для юношей Один господин Говорил с негодованием Что он не понимает Как в нынешний Просвещенный век Могут распространяться Нелепые выдумки А что он удивляется Как не обратить На это внимание Правительство Господин этот Как видно Принадлежал К числу тех господ Которые желали бы Впутать правительство Во все Даже в свои Ежедневные Ссоры с женою Вслед за этим Но Здесь вновь Все происшествие Скрывается Туманом И что было потом Решительно Неизвестно Чепуха Совершенная чепуха Делается на свете Иногда вовсе нет Никакого правдоподобия Вдруг тот самый нос Который разъезжал В чине статского советника И наделал столько шума В городе Очутился Как ни в чем не бывало Вновь на своем месте То есть Именно между двух щек Майора Ковалева Это случилось уже Апреля седьмого числа Проснувшись И нечаянно Взглянув в зеркало Ха Нос точно Эй Иван Иван Что извинитесь Иван умываться Готово Иван Посмотри Голубчик Кажется У меня на носу Как будто Прыщик Вот беда Церульник Церульник Нос Что? Нос Нос? Да Нос Дозвольте Сударь Я его за самый кончик Попридержу Кого? Нос Его? Да Нос? Да За кончик? Да Виноват Смотри Виноват Смотри Хорошо 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 Черт побери И майор Ковалев С тех пор прогуливался Как ни в чем не бывало И на Невском проспекте И в театрах И везде И нос Тоже как ни в чем не бывало Сидел на его лице Не показывая даже вида Чтобы отлучался по сторонам И после того майора Ковалева Видели вечно в хорошем юморе Улыбающегося И даже становишься один раз Перед лавочкой в гостином дворе И покупавшего какую-то орденскую ленточку Неизвестно для каких причин Потому что сам он Не был кавалером Никакого ордена Вот какая история случилась В северной столице Нашего обширного государства Теперь только по соображении Всего видим Что в ней есть Много Неправдоподобного Не говоря уже о том Что точно странно Сверхъестественное отделение Носа И появление его В разных местах В виде статского советника И опять как же Нос Ощутился в печеном хлебе И как сам Иван Яковлевич Нет Этого я никак не понимаю Нет Решительно не понимаю Но Что страннее Что непонятнее всего Это то Как авторы могут Брать Подобные сюжеты Признаюсь Это уж совсем Непостижимо Это точно Нет Нет Совсем не понимаю Во-первых Пользы Отечеству Решительно Никакой Во-вторых Да и во-вторых Тоже нет пользы То есть я не знаю Просто что это Однако же При всем Том Хотя конечно Можно допустить И то и другое И третье Может даже Ну да и где же Не бывает Несообразностей А все Однако же Как поразмыслишь Во всем этом Право Что-то есть Что не говори О подобной Происшествии Бывают На свете Редко Но бывают Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова